МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нет и света нет. Городские энергетики обесточили несколько квартир злостных должников. Разбудить львов. Благовещенцам поведали тонкости проведения китайского Нового года. И вкусно, и познавательно. В честь Дня мороженого посетители музея угостили пломбиром. И сейчас об этом и многом другом более подробно. В эфире новости города. В студии Татьяна Жуленева. Здравствуйте. И к первой теме. Скончался один из трех пострадавших в пожаре на территории хладокомбината. У него было поражено 95% тела. Второй мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Третий от госпитализации отказался еще на месте происшествия. Взрыв на предприятии произошел накануне днем. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание газового баллона. Ликвидировали его 28 огнеборцев и 9 единиц техники. По словам самих сотрудников хладокомбината, это было бытовое возгорание в результате нарушения техники безопасности. В здании проводился ремонт и загорелся полистирол. А уже от него огонь перекинулся на баллон. В случившемся разбирается прокуратура. Предстоит установить обстоятельства причины и виновника случившегося. И к другим темам. Задолженность благовещенцев и жителей Благовещенского района за электроэнергию превысила 150 миллионов рублей. Энергетики ежедневно ведут работу с должниками. Сегодня они отключили свет в квартирах двух злостных неплательщиков, чей общий долг за свет свыше 11 тысяч рублей. Материал Кристины Слепцовой. У вас имеется задолженность 4 364 рубля 24 копейки. Вы оплачивать собираетесь? Собираюсь. Когда? В декабре. Сотрудникам почты здесь двери открывают. Энергетикам и журналистам только приоткрывают. Стесняюсь говорить должница. На предложение оплатить счета за свет на месте отвечает отказом. Правда, обещает уже сегодня исправиться. Свет хозяйки квартиры, несмотря на обещания, все же отключили. Клятв, обетов и заверений, погасить долг в деке слышат десятками каждый день. Но единственный пропуск в мир света здесь – квитанция об оплате. Либо, если оплачивалась ранее, но у нас эта оплата не проявилась, так как Сбербанк обрабатывает в течение трех дней примерно, то они могут показать также либо на телефоне, либо скинуть на WhatsApp наличный соответственно. Квитанцию об оплате за услугу. И все ограничение отменяется. До хозяина квартиры в доме по улице строителей не дозвониться, не достучаться. Как в прямом, так и в переносном смысле. О задолженности его предупредили 20 дней назад. А долг и ныне тут. Однако отсутствие хозяина не помеха для ограничения электроснабжения. Нижнюю часть, акт уведомления, оставляем в двери абонента. Квитанции в дверях разных неплательщиков оставляют ежедневно. Но есть у энергетиков и черный список. Например, в бывшем общежитии на Нагорной постояльцы задолжали почти миллион 300 тысяч рублей. А жильцы дома на 50-летие октября больше 800. Люди не понимают ответственности. Но мы после ограничения их контролируем обязательно. И в случае, если есть повторное возобновление самостоятельной электроэнергии, мы составляем соответствующие акты, выписываем штрафы. Размеры штрафов достигают 10 тысяч рублей. И хотя энергетики не сторонники жестких мер, им приходится идти по этому пути. Суммарный долг благовещенцев и жителей Благовещенского района за электроэнергию сегодня свыше 150 миллионов рублей. Кристина Слепцова, Денис Лугов. Программа «Город». Продолжаем выпуск. Построить на Дальнем Востоке высокотехнологичные медицинские центры и санатории предлагают активные жители поселка Маховая Пать. Свои пожелания они озвучили заместителю мэра Благовещенской Игорю Берлинскому. Педагоги подняли вопрос о субсидиях для молодых специалистов. Кроме того, не менее актуальной оказалась проблема льготных перевозок по России. Жители Маховой Пади предлагают сделать перелеты в центральную часть России дешевле. Не обошлись стороной и доступность жилья. Многие уже высказывали свое мнение. Я его поддерживаю. В том числе молодые семьи, которые здесь хотят жить и работать, просят на территории Дальнего Востока сделать все-таки льготную ипотеку. Низкую ставку процентную по ипотечным кредитам. Это тоже один из ключевых моментов, когда молодая семья может приобрести жилье. Высказать свое предложение по развитию региона может любой желающий. Адрес сайта, где размещен бланк для заполнения, сейчас на экране. 133 проекта за 7 лет. Именно столько идей реализовано в Благовещенской сфере культуры и искусства за счет средств муниципального гранта. Общая сумма почти 18 миллионов рублей. Претендентов на получение очередного, восьмого гранта узнаем уже совсем скоро. Прием заявок закончится 31 января. На сегодняшний день поучаствовать в конкурсе изъявили желание больше 30 человек. Победителю в каждой номинации обещают по 100 тысяч рублей на реализацию проектов в сфере культуры и искусства. Всего в этом году из городского бюджета на конкурс выделили миллион. Впрочем, в случае необходимости эту сумму могут увеличить. На сегодняшний день всего один миллион. Но если, как мы сказали, темы, направления и сами проекты того стоят, то будем, конечно, изыскивать дополнительные возможности для поддержки этих инициативных общественных организаций, людей, которые пришли к нам со своими идеями. Конкурс проходит в трех номинациях. Воспеваем героизм, подвиг родину. Мы – столица Преамурия, а также посвященный году театра. Какие идеи участников прошли отбор для дальнейшей борьбы за гранта, звучат 14 февраля. 13-я лыжня России пройдет в Преамурии 9 февраля. Испытать свои силы на трассе в 2019 метров смогут все желающие. Забег по традиции пройдет на Втором Владимирском озере. Вопросы подготовки к спортивному событию сегодня обсудили в администрации города. Как было сообщено на совещании, работы уже ведутся. Однако снега в этом году не хватает. Для лыжни его решено счищать со льда озера. Что касается организации культурно-бытовых условий, то для обогрева участников традиционно установят теплые палатки. На месте можно будет и подкрепиться. Специально к стартам испекут 5000 пирожков. Планируется, что только учеников городских школ на лыжне будет около 2000. На месте забега оборудуют и фотозону, где можно будет сделать снимок на память с чаши для олимпийского огня. Китайский Новый год отметили в Благовещенске. Международный фестиваль в третий раз провели в крупном торговом центре. В нем приняли участие почти 60 артистов. Горожане увидели, как пробуждаются львы, научились каллиграфии и расписали национальные китайские маски. Как проходил праздник, смотрите в нашем материале. У нас есть такая традиция – найти мастера, который очень хорошо владеет каллиграфией. Этот мастер пишет нам хорошие пожелания на бумаге красного цвета. Потом мы их клеим над дверью. Красный, потому что это цвет безопасности, счастья и благополучия. Иероглифы писать довольно сложно, потому что каждый наклон, каждый угол уже свое обозначение идет. Проще учить произношение, разговаривать проще, чем писать. Наверное, уже ни один житель города Благовещенск не может себе представить город Благовещенск без каких-то китайских традиций, китайских кухонь в том числе. Это, конечно, город наш по-братиму, и нам это приятно. Ну а вообще это, конечно, уникальная возможность для жителей города Благовещенск в третий раз уже в этом году отпраздновать и встретить Новый год. Китайский народ очень любит русскую культуру. В этот раз мы привезли несколько коллективов, которые приехали из других регионов Китая, чтобы они прочувствовали эту русскую культуру. Показывают они, конечно, номера культуры Китая, но, возможно, находясь здесь, научатся чему-то новому или научат других. Вот у нас есть там елочка, зажгись, или снегурочка, мы кричим, да. Вот в Китае лев такое мифическое животное, хотя в Китае никогда оно не водилось. Лев – это просто, может быть, такой персонаж сказочный, который отпугивает злых духов, чтобы все мероприятие прошло удачно, без сучка, без задоринки. В связи с празднованием китайского Нового года на три дня закроется таможня. Пассажирские и грузовые пункты пропуска не будут работать на следующей неделе с 4 по 6 февраля. В эти дни переправиться через границу не сможет ни один человек, не будет перевезен ни один груз. Напомню, Новый год в Китае встретят по лунному календарю вновь с 4 на 5 февраля. В это время в Поднебесной все уходят на каникулы, которые завершатся праздником красных фонарей. Таможня же возобновит свою работу в прежнем режиме уже в следующий четверг, 7 февраля. Сообщать о местах, в которых продают алкоголь на вынос после 9 вечера, призывают амурчан. Информацию о кафе и ресторанах-нарушителях принимают в региональном Министерстве экономического развития. Речь идет о заведениях, которые регистрируются как общепит, но на деле не имеют кухни, зала обслуживания и туалета. При этом реализуют алкогольную продукцию в ночное время, не вскрывая заводскую упаковку. Амурчане, ставшие свидетелями нарушений, могут сообщать о таких местах в Министерство. Необходимо заполнить форму обращения, ее можно найти на сайте, его адрес на экране, приложить кассовый чек и предоставить фото приобретенного продукта. В Благовещенск приедет «Мажор». Актер из одноименного популярного телесериала «Павел Прилучный» станет одним из главных гостей 17-й амурской осени. На фестиваль он приедет с антрепризным спектаклем «Авантюристы по неволе». О том, какого гостя стоит ждать амурчанам, рассказал на своей страничке в Инстаграм президент фестиваля Сергей Новожилов. Он выложил фото вместе с режиссером спектакля Александром Моховым и исполнителем главной роли Павлом Прилучным. К слову, Александр Мохов – наш земляк. В детстве он жил в Шамановске и является постоянным участником фестиваля. А вот Павел Прилучный приедет в Преамуре впервые. Так что у амурчан появится возможность посмотреть его актерскую работу не только на экране, но и на сцене. А благовещенские студенты тем временем занялись съемками короткометражек. Четыре мини-ролика станут единым фильмом патриотического проекта «Эхо войны». Его цель – рассказать молодому поколению о ветеранах различных боевых действий. О службе они вспоминают в небольших интервью. Сегодня о своей биографии поделился участник событий в Афганистане Андрей Пивиков. Кроме него организаторы – специалисты Управления по физической культуре и спорту и делам молодежи – планируют побеседовать с еще тремя ветеранами боевых действий. Позже фильм выложат в интернет. Помогает нам снимать медиа-центр АМГУ, поэтому молодежь здесь сама участвует и в реализации, съемках, нарезке этого проекта. Поэтому мы считаем, что этот проект необходим для нашей молодежи и постараемся максимально его продлить. Продолжаем выпуск. День рождения отметила одно из самых любимых в мире лакомств – эскимо. Первая партия этого мороженого в 25 штук впервые поступила в продажу 24 января 1920 года в США. 99-летие эскимо отметили в Краеведческом музее. С его историей познакомили самых юных жителей Благовещенска. На праздники побывал и наш корреспондент. Это конец 19-го, начало 20-го веков предмет. То есть, как раньше, из чего делали мороженое? Видите, то есть внутри там специальное приспособление для того, чтобы все ингредиенты можно было перемешивать. Там же в нем и замораживали. Перемешивали и замораживали в этой мороженице смесь из творога, сливок, сметаны и изюма. Благовещенец, принесший ее в музей, пользовался ею еще пару лет назад. Теперь приспособление для приготовления холодного лакомства показывают маленьким горожанам. А еще организаторы праздника предложили им любимое мороженое нарисовать. Семилетний Игорь Платонов его очень любит. Говорит, может съесть за раз три порции. Правда, мама больше одной не разрешает. Голубое небо – это самое любимое мое мороженое. И мои любимые еще – пламбир, фиолетовый и розовое мороженое. Розовое или голубое с разными вкусами. Рецепт своего лакомства ребятам предложили составить. Нужно было только подобрать правильные ингредиенты из списка. Молоко есть. А вафли обязательно. Яйцо. Яйцо. Не только за самый интересный состав, за скорость участникам праздника в музее подготовили вкусные подарки, которые не так уж просто было достать. Раздавать мы будем и эскимо, оно называется снежок, это пламбир благовещенский. То есть это разные виды мороженого, потому что все вместе купить не оказалось возможно, потому что видно ограничение было в количестве. И не ожидали, что музей придет в магазин закупать мороженое на праздник. 80 порций мороженого хватило на всех. Еще и осталось. Настоящий праздник детской души. Да, было классно. Но только вот я немного потерялся во всем этом. Например, некоторые залы от 20 до 24. И было непонятно, где что. И все. А так все классно. Классным обещают сделать праздник мороженого в музее. И в следующем году, в январе 2020-го, здесь снова отметят день рождения эскимо. Сотый по счету. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Хорошего вечера и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова